Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовлю турецкую пиццу пиде. Этот рецепт готовится очень быстро и просто, а главное блюдо получается очень вкусным и сочным. Давайте же скорее начнем! Па-и-по-и! У меня в мисочке теплое молоко. К молоку отправляем дрожжи, сахар и 1 столовую ложку муки. Хорошенько перемешаем и подождем, пока дрожжи активизируются. Опара готова! В этой же мисочке я буду замешивать тесто. К опаре отправляю соль, оливковое масло, Возьму 2 столовые ложки. Раз, два. Сюда же отправляем муку. Замешаю все это. Видите, какое легкое тесто! Очень просто в приготовлении. Добавим еще чуть-чуть муки и опять замешиваем. Тесто уже схватывается. Продолжаю замешивать тесто вручную. О, оно очень мягкое на ощупь и очень приятное. Вот такой колобочек у меня получился. Теперь этот колобочек отправляем в мисочку, накрываем полиэтиленовой шапочкой и отправляем в теплое место подниматься. А пока возьмусь за приготовление начинки. Для начинки нарежем мелко-мелко зубчики чеснока. Чеснок придаст аромат и пикантный вкус нашей пиццы. Чеснок нарезали. Отправляем его в тарелочку и начинаем резать лучок. Мелко шинкую репчатый лук. Перец нарезаю кубиками. Обжариваю начинку на оливковом масле. Сначала в сковороду отправляю лук. Расцеберим. Жарим его до золотистого цвета. К лучку отправляю чеснок. Хорошенько перемешаю. Ммм, какой аромат! Пахнет очень аппетитно. Я даже не могу представить, какой аромат здесь будет, когда мы замешаем все ингредиенты. В сковороду отправляем фарш. Перемешаем. Нарезаем помидорку. Помидорку мы не будем обжаривать со всеми остальными овощами. Мы просто положим ее наверх пиццы. Помидорку стараемся нарезать тоненько. В нашу начинку отправляем специи. Я отправляю паприку, розмарин, соль и молотый перец и сушеный чеснок. Все это хорошенько перемешаю. В начинку отправляю кетчуп и перемешаю. Также кетчуп можно заменить томатной пастой. Теперь сюда же отправляем перчики. Такая яркая палитра. Очень красиво смотрится. И перемешаем. Тесто для пиццы подошло. Оно такое мягкое, пушистое и очень приятное на ощупь. Теперь будем его раскатывать. Я хочу вот так немного придать форму. Думаю, это поможет мне при раскатке. А теперь раскатаем. Для облегчения работы я припулю скалку мукой. Пиде имеет продолговатую форму, а не круглую или квадратную. Поэтому раскатаю тесто в форме лодочки. Тесто раскатала и переложила на противень. Теперь на тесто выкладываем начинку. Тесто у моей пиццы тоненькое, а начинка толстым слоем. Это же домашнее пиде. Я выложила слой помидора. Теперь сверху посыпаю тертым сыром сулугуни. Готово! Теперь заворачиваем края вот таким образом. пиццу я собрала. Теперь бортики будем обмазывать яйцом и посыпать кунжутом. для красоты края я так же обсыпаю кунжутом. Теперь наша красавица отправляется в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов. Пицца готова. Теперь на готовую пиццу я еще немного посыпаю сыр, потому что я люблю, когда в пицце много сыра. И буквально на минуточку отправлю в духовку. Пиццу отправлю в духовку. Друзья, турецкая пиде готова. Посмотрите, какой же шикарной и красивой она получилась. Аромат просто не передать словами. Также пиде получилось очень вкусной и очень сочной. Каждый кусочек такой пиццы тает во рту. Готовьте турецкое пиде. Вы не пожалеете. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok